Дубль 4! Всем привет! Мы начинаем снимать с вами наконец-то полноценный выпуск. И мы находимся с вами в городе Радонеже. Или эта деревня, пишут по-разному, не имеет значения. Мы не так далеко от Сергиевого Посада. И почему мы в Радонеже? Потому что здесь жил с 15 лет святой преподобный Сергий Радонежский. И это то место, которое заслуживает нашего внимания. Я здесь впервые. Дарья, которая снимает на камеру, спасибо большое. Дарья тоже здесь впервые. И мы решили начать с детьми выпуск, так как погода пока хорошая, солнечная. И солнце не село. Мы вам показываем вот эту чудесную часовню. Это часовня Матронушки. Освящена. Проходите, пожалуйста, не стесняйтесь. Мы всех любим. Вы просто будете теперь в кадре. Хочется начать с нее, потому что она особенно уютная, красивая, взяв цветочек. Эта черепичная крыша вообще нигде никогда не видела такой красоты. Вот даже что-то вроде капусты растет, между прочим. Только чего нет. Здесь ночью все зажигается. Видите, какая-то слуха. Смотрите, как все красиво, уютно. Такая маленькая кошечка, боже. Это просто какой-то маленький уютный теремочек. Вот такое благоухание. Как сверху красиво. Разноцветные стекла сверху. Село Радонеж – это одно из древнейших поселений Сергиево-Пасадского района. И название Радонеж произошло от славянского имени Радонегж. Вот так вот. И рядом с часовней находится храм преображения, либо часовня рядом с храмом преображения. Это неважно. Они находятся рядом друг с другом. Сейчас вы видите этот храм, который был основан в 1842 году. Продолжаем наш выпуск. У нас сегодня с вами очень интересный выпуск. Очень необычный, потому что у меня очень строгий и очень внимательный оператор. Я надеюсь, что вы оцените всю работу Дарьи, потому что спуск у меня не дают. Итак, мы стоим напротив храма преображения. Он очень красивый и очень уютный. Потому что мы заглядывали уже вовнутрь, и мне хочется сейчас заглянуть туда вместе с вами. Потому что там есть, на мой взгляд, очень уютные и уникальные вещи, которых я не видела в других местах. И хочется, чтобы мы своими глазами это увидели. Такая как будто рыбацкая сеть, да? Так интересно. Но надо все-таки успеть пойти в храм, потому что служба закончилась, уже вечереет. Видите, какое небо красивое. И хочется, конечно, успеть вам показать, что там есть внутри. Мне очень понравился этот уголочек. Тут можно раздеться, оставить детишек, чтобы они что-то писали на доске, играли. И вот это вот объявление такое душевное. Понравишься игрушку, вы можете взять себе в подарок. Вот так вот. Вот такой вот шкаф уютный. Видите, как-то так все по-домашнему. Так хорошо. И здесь, знаете, прям очень хорошо себя чувствуешь, действительно. Чувствуется, что все с любовью. Тут юбочки, платочки. Все очень аккуратно сложено. Можно взять и пойти. Здесь фотографии из праздника. Такие вот ворота красивые. Иконы. Такое спокойствие. Я первый раз в жизни видела в православном храме светящиеся иконы Иисуса Христа. Посмотрите, как красиво. Действительно необычно, на мой взгляд. Такая вот икона. Такая вот икона. Да, икона. Такая вот-кона. Там-то. 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 Делал Stefan-то. Сейчас мы с вами возвращаемся в Тихонник Матронушки, потому что хочется показать вам те святыни, которые там есть. Как выяснилось, там находится крест, который был на кладбище, там, где она была похоронена. Пойдемте. Пока мы ждем, пока часовня освободится, чтобы показать вам те святыни, которые там находятся, хочется обратить ваше внимание на эти просто совершенно чудесные, красивейшие закаты. Даша, я не знаю, зачем тебе вот это Гнесинское училище смотри, какой-то хороший оператор, просто, да, рад Богу, вот скажите, Даша, пора передуматься. Да ну это Гнесинское, давай уже видео снимать. И мы вновь потусуем с Матроной Московской, и в ней, смотрите, какая классная брошюра, вот за что я вообще люблю. Сейчас не по теме опять скажу, современные поколения, потому что я бы прошла бы мимо, и вот эту штучку за 30 рублей не купила бы. Но Даша подошла и говорит, Даня, ты можешь взять и читать все по ней, понимаете? Я даже не дадумалась бы. В этой брошюре написано как раз про эту часовню, что в ней находится крест с могилой Блаженной Матроны Московской. И на самом деле это удивительно, мы когда ехали сюда, мы даже подумать не могли, что мы сможем прикоснуться в Радони же к кресту с могилой Матроны Московской. Пойдемте еще раз посмотрим вместе. Вы знаете, как интересно, вот здесь даже нет ящика для пожертвования, но настолько все люди привыкли, что во всех храмах, монастырях и у мощей Матроны Московской всегда стоит ящик с пожертвованием, и здесь его нет, но тем не менее, даже мражки по коже лежат деньги, давайте тоже оставим, очень хочется это сделать, и тоже положить сюда свой вклад. Вот сюда. И вот он крест, о котором мы говорили. Вот этот крест был на могиле Матроны. Вообще, на самом деле, это вот такой сюрприз и подарок. Вообще, слава богу, что мы здесь оказались чисто случайно, мы узнали, не первый раз уже в Сергиевом Посаде, я и давно здесь была. Ладно, вот, Даша, ты же первый раз, да? Вот, первый раз. А я как бы живу недалеко, я много раз была, и почему-то не приходит в голову поехать в Радони же, хотя преподобный здесь жил, да, это удивительно. Почему-то есть другие места, ну, более такие, как бы популярные, да, и люди приезжают туда. А вот сюда почему-то не все едут. И я очень рада, что я оказалась здесь сейчас, и вижу это первый раз. Ну, наверное, так и должно было быть. Это не единственная святыня. Здесь еще, вот здесь вот стоит, тут есть такая вот табличка, часть кладки от склепа, в котором была похоронена Блаженная Матрона Московская. Как будто тут тоже святынька, которой можно приложиться в этой часовне. Я не думаю, что будет хорошо видно, но можно попробовать снять ее. Давай попробуем показать. Вот, так видно. Если осветить телефоном, то вот эту частичку кладки мы сможем с вами очень хорошо даже увидеть. Что я могу сказать? Душа радуется. Спасибо за то, что мы здесь и открыли для себя новое, святое место, куда хочется приезжать, где на душе тепло, хорошо и очень-очень уютно. У нас свечка осталась. Сейчас мы здесь ее и поставим. Мне так нравятся подсвечники с песочком. У них вообще мало где. И пока еще не стемнело, хочется успеть вам показать святой источник, потому что он необычный, на мой взгляд, и уникальный тем, что там есть обливная купальня для людей с ограниченными возможностями. То есть те люди, которые на инвалидных колясках, которые не могут передвигаться сами, могут позволить себе приехать туда и так же, как и все, искупаться под святой водой. Поэтому давайте отправимся туда и посмотрим все как следует. Место очень красивое и необыкновенное. Пойдемте. И по дороге на источник мы с вами можем увидеть одну из наиболее ярких местных достопримечательностей. Это памятник преподобному Сергию Радовичу, который был установлен в 1989 году. Посмотрите, как интересно проходит вообще дорога к источнику. Я первый раз такое вижу. Через мангалы. То есть, понимаете, вы идете, у вас аппетит уже нагуливается. Днем я здесь представляю шашлычок какой-нибудь, что-нибудь вкусненькое, жарится. Поздь закончился. Поздь закончился как раз. Да, Даша, помаши всем рукой. Привет! И проходит прямо через кафе. То есть, вы идете и уже думаете, так, сейчас искупаюсь, потом чаечку, шашлычочку. И уже все это заманивает. Как красиво. О, тут смотровая площадка, да? Можно пойти туда посмотреть, наверное, виды дальние и дали. Пойдемте посмотрим. О, есть возможность посмотреть все это сверху, а потом уже приблизиться и посмотреть непосредственно на месте. Сейчас ложится уже туман, потому что солнце уже не видно. Солнышко наше уже село. И мы, можно сказать, в сумерках снимаем этот выпуск. И вот, видите, сейчас я себя приближу. Как красиво. Невероятно. Я ничего подобного не видела. Знаете, забота и любовь о людях. Я думаю, что это еще большее количество людей, конечно, сюда привлекает. Сейчас мы изблизи посмотрим, как работает эта система, да? Которая позволяет людям с ограниченными возможностями тоже купаться. Но ездили, смотрится совершенно потрясающе. И вот вдали я вижу еще одну купель. До нее мы тоже дойдем. Вон там, видите, у озера еще одна купель. То озеро, которое мы с вами видели там вдали с купелью, это озеро всех святых, которое было обустроено в 2016 году по благословению высокопресвященной владыки Феогноста, архиепископа Сергея Фассада. Многочисленные источники над ней питают озеро водой, обеспечивая поступление 2500 тонны воды в час. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сейчас мы с вами максимально близко подошли к обливной купальне. Единственное, что мне расстроило, что не хватает одной части, основной, я бы сказала, не хватает желобка. То есть, да, мы видим красоту, мы видим крутящееся колесо, но по факту, как мы видим на фотографии, я вам сейчас тоже покажу, должен вот отсюда идти. Вот сюда желобок, по которому стекает автоматически вода за счет того, что она крутится, вот сюда подъезжает на инвалидной коляске, ну, подъезжал раньше, да, когда это работало человек, здесь на него попадала вода, он отъезжал, как бы, да, и подъезжал в следующий. Но сейчас этого желобка мы, к сожалению, не видим. Мы видим красивую вот такую вот, да, мне-то как тут мельница напоминает, или что-то вот такое вот. А там на поле сейчас уже прямо у нас на глазах ложится туман, и это настолько быстро происходит. Мы вот пока спускались со ступенек, его просто все больше, больше, больше. Посмотрите только на эту природу во всем ее великолепии и естестве. Сейчас, знаете, такая прохлада, столько запахов воды, земли, травы, и такая вот приятная сырость. И прям дышатся, дышатся этим всем. И также прямо посреди этой природы мы можем увидеть вот этот великолепный иконостас. И это очень необычно, на мой взгляд, тоже потому что мы привыкли видеть его в церкви, в храме, но они посредине деревьев, или кустов, или леса. Это очень-очень красиво. И на самом деле это старые образа и иконы 1870-х годов, которые раньше находились в храме, и потом уже затем они были перенесены сюда. Если мы посмотрим, уже здесь возле иконостаса недалеко начинаются варианты, где мы можем искупаться. Мы можем искупаться прямо в реке, вот здесь, по мостику, по травушке, спуститься и искупаться здесь. Потом есть закрытые купели. Вот одна из них. Здесь, так понимаю, люди, скорее всего, набирают воду. Сейчас мы поглядим. У нас с собой тоже есть баклажечка. Мы наберем обязательно воды. Да, на воду тоже ложится туман. На траве уже сейчас, друзья, настоящая роса. И изо рта идет пар. То есть так резко похолодало. Это вообще первый сегодня вечер. Ну вот за все время, что мы здесь, чтобы шел так пар с орта. И действительно было по-настоящему прохладно. Я была уверена, что я буду купаться. Вы знаете, сейчас я не уверена. Я уже такая думаю, надо отложить это, наверное, на дневное время, потому что ехать недалеко, а очень зябко сейчас. Посмотрите, как красиво. Как туман движется, и достаточно быстро. Мы даже это можем с вами просто вот пронаблюдать, как он с низины справа налево идет сюда. И обволакивает все это озеро святое. Как красиво. И в этот момент неожиданно выпуск, я понимаю, надо уже заканчивать. Почему? Потому что я вообще не планировала окунаться. Вот, ну ни разу, думаю, холодно. Пар изо рта. И мы идем туда, как это купили. Идут две девочки. Такие классные девочки. Без полотенец, без всего. А знаете, ум, он всегда ищет отговорки, да? Чего бы сделать, чтобы не купаться. Душа-то, она как бы хочет купаться, а ум такой, так, полотенца нет, на улице холодно, туман, первый теплый вечер, давай-ка быстренько уезжай отсюда. И девчонки идут тоже без полотенца. Мы такие, а что, вы будете окунаться? Они такие, ну да, будем окунаться. А что, у вас полотенец тоже нет? Они такие, нет, а мы окунемся. И знаете, тут совесть просыпается, а совесть это бог. И говорит мне, и вот что, не окунуться, а ты не окунешься. И в итоге, друзья, я окунулась, у меня мокрая голова. И я понимаю, что надо быстро бежать к машине, потому что нам действительно холодно. Тут у нас салочки. Вот. А девчонки очень классные. Они занимаются, знаете, чем? Сейчас пару слов. И потом, надеюсь, мы поближе с ними познакомимся. Эти девочки, они вообще очень такие творческие. Режиссуру закончили, и актерская, и щукинская. И они занимаются историей сказок. И у них сказочная лаборатория. Сказочная в том плане, что они разбирают сказки. И они немножко с нами поделились своей историей, просто пока мы там окунались. И вот есть сказка, да, и она создана, чтобы определенный смысл доносить. И потом этот смысл с годами искажался. А они все это возобновляют и ставят постановки в театре, чтобы донести истинный смысл сказки. И вы знаете, лично я загорелась, мне очень хочется посмотреть. И надеюсь, что там окажусь когда-нибудь и поделюсь с вами своими впечатлениями. А сейчас я говорю вам всем пока. Целую. И желаю вам всех-всех благ. Всегда по традиции я хочу закончить выпуск, но выпуск не заканчивается, потому что я вспоминаю что-то еще, вижу что-то еще, и он продолжается. А мы дошли до источника, вон там иконостас, который мы вам издали оттуда показывали. И набираем воду. Я дрожу, Даша меня обнимает, греет. Набираем воду, бежим к машине. Я такая счастливая. Приезжайте все, кто могут сюда, пожалуйста. Место изумительное. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok